привет друзья это Азимов Альберт и у нас сегодня совершенно потрясающее время которое мы можем наблюдать знаете кризис так маркета в реальном времени весь американский рынок индекс S&P индекс NASDAQ абсолютно все криптовалюты все уже три дня ярко-красные причем ожидается что сегодня 14 июня и завтра 15 июня нам добавятся драмы по той причине что завтра в 7 вечера по восточному времени должны поступить новости о том какое решение принял фед вот официальный сайт федрезерва и вот здесь вот 14 15 июня должны появиться данные о том какую учетную ставку они нам приготовили в июне и потом здесь же появится информация 26 и 27 июля потом 20 21 сентября и так далее то есть видите нам обеспечены приключения аж до конца года итак я вам хочу сегодня показать несколько ключевых метрик которые анализируют практически любой инвестор в недвижимость а также другие рынки в америке и после того как они проанализировали эти метрики они выглядят очень умными и они об этом рассказывают каких-нибудь видео в каких-нибудь интервью о том что вот ожидалось вот это мы прогнозируем вот это для этого вам нужно буквально разбираться в паре веб-сайтов один из первых это tradingeconomics.com это очень приятный сайт потому что он содержит свежие данные на нем нету никакой выскакивающей рекламы на нем нету никаких поп-ап окон которые требуют от вас подписку за 999 в месяц и прочие ерунды здесь только цифры графики коротко сухо и указаны источники откуда они вытащили эти данные и так united states national association of home builders housing market index то есть другими словами это индекс который показывает цены на недвижимость по всей америке то есть вам теперь не нужно слушать какую-нибудь тетю из лос-анджелеса которая говорит ой у нас все дорого год назад было дорого а теперь вообще совсем дорого когда вы не знаете что означает тот или иной индекс то вы опускаетесь вот сюда здесь подробно описано что он означает что national association home builders housing market index базируется на ежемесячном сервейнге home builder of в америке им задают вопрос чтобы определить каков каков уровень сейчас продаж сингл фэмили домов а также каковы ожидания по продажам сингл фэмили домов на следующие 6 месяцев видите этот индекс является очень объективной штукой потому что он вам не только говорит что происходит сегодня он вам также говорит что будет происходить следующие примерно 6 месяцев потому что инсайдеры этого бизнеса хомбилдеры они знают это лучше чем кто-либо другой они ставят миллионы долларов на карту они не строят дома просто ну в надежде может быть мы их продадим нет они планируют свой бизнес потому что они закупают строительные материалы они знают какова учетная ставка по моргиджам они знают какое количество клиентов они могут своими домами ну соблазнить итак мы видим что в декабре 21 года был all-time high 84 был индекс и до этого он рос в течение 24 месяцев затем начиная с января 22 года он пошел вниз 83 81 79 77 и в мае 69 июнь еще не закончился но я думаю что следующий столбик в юниту тоже будет где-то близко к этому или ниже итак первая метрика которую нам нужно осмотреть это куда двигается вот этот индекс национальной ассоциации хомбилдеров следующая метрика которая чрезвычайно важно это количество building пермитов и так мы знаем что в каждом штате есть четкий учет какое количество билдинг пермитов выдали вот что это такое билдинг пермит относится к тому какое количество разрешений предоставляется местными органами строителям для того чтобы они построили какое-то здание и не все абсолютной эре в сша требуют пирамита для констракшена но большинство поэтому этот индекс довольно объективно нам показывает о чем о том какое количество люди берут разрешение на строительство и так как за каждое разрешение на строительство они платят деньги это раз второе за каждое за каждым разрешением на строительство там стоит подпись какого-то general contractor и поэтому здесь мы можем видеть что январь 1841 потом было видите февраль и март чуть больше и затем в апреле меньше и у нас нету здесь данных за май и за июнь но тут я думаю будут два столбика которые гораздо меньше чем в апреле потому что нужно быть сумасшедшим чтобы сейчас рассчитывать на какое-то новое строительство просто по той причине что моргиджи стали гораздо дороже следовательно заработать продав дом теперь смогут далеко не все естественно тут есть люди которые получают building permit и потому что они строят дом за кэш не все в порядке финансирования но таких людей их маленькая часть рынка среди новых строительств большинство строительств делаются на деньги полученные от того или иного банка следующая метрика united states existing home sales то есть продажи домов значит сюда вносится данные когда а моргидж закрыт то есть продан дом выплачен полностью приду в 100 процентов моргидж на этом доме и когда этот контракт клоузнут до тайтл компании тайтл компания рапортует что вот очередной моргидж был выплачен моргиджи редко выплачивают просто того что человек сидел знаете ни с того ни с сего проснулся утром сколько у меня там остаток по моргидж балансу 300 тысяч пожалуй возьму деньги сэйвен аккаунта и закрою полностью весь моргидж баланс такое бывает почти никогда моргидж выплачивается обычно в том случае когда человек либо продает дом либо делает рефинансирование и так мы видим что у нас в январе был топ продаж это вот как как раз тот самый пик двухлетнего цикла между двадцатым годом и 2022 то есть видите мы активно росли 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 в продажах домов 6490 в январе и бан 5930 феврале 5750 в марте 5610 апреля это просто катастрофическое снижение продаж это то о чем я говорил во всех своих предыдущих видео ребята существующие хомоунеры сегодня которые по какой-то причине желают продать свой дом либо вынуждены продать либо просто хотят ну там переехать купить большего размера дом все эти владельцы они в труднейшей ситуации за последние два года потому что им сейчас придется днем с огнем искать покупателя и наше особенное внимание это те из них кто есть мотивированные оунеры их я бы сказал десять процентов точно есть на рынке то есть они не просто хотят дом продать потому что им веселее жить потому что они вынуждены потому что у них что-то поменялось знаете их уволили с этой работы они переживали штат им там нужно на работу с дауншифтом ну то есть понижение зарплаты этот дом они должны продать они не могут оформить платежи по двум домам ну то есть владеть одновременно двумя мортажами и поэтому они мечтают избавиться от этого как можно быстрее так вот эта метрика показывает что они в двойной беде во первых потому что они вынуждены продавать прямо сейчас во вторых потому что рынок сейчас настолько прошивый что им может быть понадобится следующих полгода или год искать покупателя а может они вообще не найдут покупателя следующая метрика united states home ownership rate это пожалуй для вас это процент который показывает какое количество людей живут в своих домах 65 и 4 десятых процента по состоянию на первый квартал 2022 года здесь один столбик это один квартал в году четыре квартала и вы можете видеть что в двадцатом году в середине двадцатого максимальное количество там семьдесят семь с чем-то почти 68 процентов жили в своих домах как это получилось что неимоверное количество людей въехали в дома потому что они купили во время низких процентных ставок на маркете помните да что в двадцатом году процентные ставки по моргиджам были настолько низкими что моргидж хотел каждый первый так вот вот это привело к максимальному проценту оунаршипа не могли взять моргидж только те несчастных 32 процента которым просто не дали бы потому что у них настолько плохой кредит или там еще что-то ну они просто не подходили для моргиджа потом видите количество людей которые составляют владельца живущих своих домах стало поменьше что произошло какое-то количество из тех кто имел эти дома я между раньше за много лет до держал их они поняли что в двадцать первом году сформировались настолько классные цены что грех было не продать если ты сидишь на доме у тебя много equity и ты думаешь да за последних десять лет не было таких классных цен может быть даже больше за последние 20 лет не было таких потрясающих цен как в 2021 году поэтому часть людей которые владели много лет своими домами продали свои дома я тоже продал несколько домов двадцать первом году и вытащили кэш и вот поэтому вот этот рейд оунаршипа он опять снизился до в районе 65 процентов где живут остальные 35 процентов они живут либо в редких домах либо с родителями юнайтед стейс хаусин старт хаусин старт относится к количеству новых резиденшал констракшн проектов которые были на протяжении какого-то конкретного месяца значит здесь включены также те строения которые были полностью отремодлены и осталось ну должен быть там только фундамент то есть любой дом который был переделан полностью он входит вот в эту метрику показатель немножко похож по количеству building permits но там на новые дома building permit и вот а здесь и те которые ремонт лет и мы видим что максимум пришелся на начало 22 года и потом мы идем вниз и здесь апреля до последние данные я думаю что будет еще май и июня они будут гораздо ниже потому что кто сейчас делает инвестиции переделывание или строительство нового дома если вы катится вниз и тебе скоро очень очень понадобится кэш для того чтобы может быть очень тяжело купить какой-то другой дом окей у нас осталось буквально две метрики потерпите и так кто того хаусин инвентарь или инвентарь инвентарь и это все доступное на маркете каком-то конкретном городе или в штате количество объектов недвижимости которая вот ну есть в любом фаса это инвентарь это этим словом постоянно пользуется real estate агенты постоянно пользуются инвесторы потому что если инвентарь высока то это значит что огромное изобилие большой выбор домов на маркете и это значит что у покупателя есть возможность выбирать и продавцы не могут требовать это больших цен за свои дома потому что есть огромный выбор если инвентарь и низкая домов в конкретном зип-коде соответствующим там запросу покупателя мало то покупатель вынужден делать оффер получше для того чтобы получить себе дом то есть это четкое соотношение запада до спроса предложения на рынке домов и так что мы видим в середине двадцать первого года много было домов много октябрь двадцать первого года дома все еще много почему потому что вот в этой вот области множество людей хотели продать свои дома в которых они видят что было огромное количество equity которая образовалась из-за того что цены перли как ужаленные вверх эти тому было на продажу множество затем к декабрю двадцать первого года этот показатель резко упал и он низким оставался в январе низким остается в феврале и начинает теперь расти март апрель что это означает что теперь на рынок хотят выставить дома те люди которые надеются все еще успеть продать пока цены на дома не укатились вообще к плинтусу потому что видите вот здесь в апреле в мае многие поняли в какую игру играет федрезерв и в какую игру играет правительство между двадцатым и двадцать вторым годом триллионы долларов были брошены в экономику очень низкие процентные ставки это отпустило цены вверх замечательно хорошо но теперь уже поздно продавать потому что теперь крайне сложно будет найти покупателя и мы будем видеть что вот эта метрика она будет идти выше мая будет выше июнь будет выше июль будет выше теперь огромное количество отчаявшихся продавцов будут пытаться продать а покупателей мало и последняя метрика она такая очевидная что тут просто мне не надо даже ничего объяснять это mortgage market индекс здесь вот объяснение что такое mba weekly mortgage application survey то есть количество аппликаций на mortgage которые делают люди в каждом месяце и мы видим что пик самый хай пришелся на двадцатый год это количество аппликаций на морги да ну понятно морги же были такие дешевые что аппликации делали все даже даже собачки и кошечки затем количество аппликаций резко упало видите двадцать первый год она продолжает снижаться и двадцать второй год она продолжает снижаться и мы сейчас находимся примерно на том же уровне как до к видное время то есть количество желающих подавать аппликацию на морги крайне маленькая поэтому по аппликациям на морги можно четко понять какой приток покупателей на маркет сейчас никакой приток покупателей и вот это именно то что мы с вами видим что количество желающих покупать дома резко уменьшается и каждый месяц продолжают уменьшаться и тех кто строят дома они вынуждены ну соответствует поэтому они тоже берут меньше меньше building permit и вот эта метрика предыдущая которую я показывал это количество инвентурия на маркете вот это единственная метрика которая будет идти вверх то есть видите домов на маркете больше а желающих покупать меньше итак если вы сидите перед каким-нибудь хитро сделанным джон смитом homeowner и он говорит то ладно я сейчас поставлю дома но так вот за 15 минут уйдет там вообще сейчас такой спрос все прям покупают вам нужно иметь на руках тузы вам нужно иметь факты и цифры с помощью которого ну если джон смит меняем да то есть человек способен к диалогу вы можете положить ему вот эти цифры на стол и сказать джон я не знаю что ты знаешь о рынке но я вижу вот это процентную ставку уже второй раз в этом году федрезерв поднимает морги же стали намного дороже чем они были в двадцатом году когда все получали моргиджи покупателей становится все меньше на маркете и посмотри что творится на смп посмотри на что творится на на стак маркете он просто красный и он валится вниз как со скоростью ракеты джон я не уверен что вы продадите дом ближайшие несколько месяцев и джон ну как бы если он понимает как работают цифры он должен тут серьезно задуматься то что ему зила показывает за стимеет его дома там варева 900 тысяч долларов ничего не значит за стимеет показывает цифры которые были несколько месяцев назад он всегда отстает правда это вот это вот эти кривые они позволяют вам предсказать с опережением что будет в ближайших полгода год и 2 чрезвычайно полезная полезная вещь с помощью этих цифр вы можете любого селлера убедить в том что надвигаются тяжелые времена для любого кто пытается продать дом ну и мы предполагаем что вы сидите перед мотивированным владельцем то есть если любого другого владельца эти цифры должны ну слегка и спортивное строение то мотивированного владельца эти цифры должны сразу на две ступеньки выше поднять в смысле паники или страха то есть он должен понимать что перед ним вы единственный его шанс продать дом если вы сейчас встаете и уходите то вместе с вами уходит единственный шанс получить оффер на его дом вот для чего вы должны хорошо разбираться в этих метрах я ребята если вы заметили на моем канале вы никогда не увидите рекламу которая вылезает самый неподходящий момент видео и на моем канале вы никогда не увидите линков где я клянчу от вас какие-нибудь деньги какие-нибудь доната или еще что-нибудь такое я просто этим не занимаюсь если вы считаете что информация о бизнесе о недвижимости инвестициях здесь для вас ценно поставьте пожалуйста просто лайк под видео это будет ваша оплата мне за какую-то работу которую я делаю для того чтобы создавать данное видео и не забудьте посмотреть еще пару видео на этом канале потому что следующее видео может оказаться о том как вы станете миллионером почему бы нет всем пока а а Продолжение следует...